Вредные вещества в сотни раз превышают допустимую норму. Такой результат показала экспертиза, которую провели экологи, взяв пробу грунта с полигона в центральном районе Красноярска. Рядом с ней расположен коттеджный поселок, да и высотная застройка Солнечного приблизилась почти вплотную. Насколько опасна ядовитая свалка для жителей города и собираются ли с ней как-то бороться, расскажем в следующем сюжете. Вот это как раз мы сейчас с вами наблюдаем, саму глубину вот этого полигона и вот там самая грязь лежит. Грязь к тому же очень ядовита. Это отходы, которые еще в прошлом веке сюда свозили с алюминиевого завода. Но тогда здесь поблизости не было жилых домов. Да и застройка Солнечного не велась так активно. Результаты проб грунта, который экологи взяли месяц назад, показали, что ситуация критическая. Прямо на поверхности лежат вредные вещества, которые в десятки раз превышают допустимую норму. Земля здесь просто отравленная. Фтор, марганец, алюминий, то есть прямо ряд загрязняющих опасных веществ здесь просто зашкаливает. И говорить, что это безопасный участок, ну вообще не приходится. Это чрезвычайно опасный объект, который, несомненно, нужно оперативно как-то ликвидировать, огораживать. Концентрация вредных веществ в районе превышена в 10 раз, а по бензопирену в сотни. И прямо в 50 метрах от этого полигона находятся жилые дома. И люди здесь постоянно вынуждены дышать отравленным воздухом. Но, как они сами признаются, сделать они ничего не могут. Ну, слышали, но у меня никаких лабораторных исследований нет. Мы знаем, что они опасные. Ну, что я могу сделать? Мы знаем, что они опасные. Когда-то давно здесь был карьер, который потом превратился в опасную свалку отходов, которую закопали 20 лет назад. Только теперь опасность для жителей снова очень высокая. В последние годы на полигоне кто-то ведет серьезные раскопки. Огромные ямы глубиной в 10 метров расположены по всему участку площадью в полтора гектара. Кто-то прилагает серьезные усилия, чтобы найти здесь цветные металлы. А вместе с этим вытаскивает на поверхность вредные вещества. Визуально видно, что копают явно не вручную, а тратятся прямо серьезные ресурсы. Это копается эскаваторами. Все 20 лет на этом участке не растет трава. Это хорошо видно по фотографиям со спутника. И станет ли в этом месте земля когда-нибудь снова плодородной – большой вопрос. Тем более сюда периодически привозят и бытовой мусор. Этот факт подтверждают и в Министерстве экологии. Министерством проведены выездные мероприятия. Установлен факт размещения отходов ТКО. То есть факт подтвердился. На сегодня мы проводим мероприятия по установлению собственника земельного участка. В дальнейшем предъявить исковые требования устранить нарушения на данном земельном участке. Из-за того, что собственник земли неизвестен, есть сложности с очисткой полигона от ядовитых веществ. Кроме того, рекультивация такого большого участка стоит огромных денег. Но сейчас появилась возможность убрать вредную свалку за счет федерального бюджета. Что касается рекультивации этого полигона по современным нормам и правилам, то здесь нужно федеральное финансирование. Поэтому администрация города обратилась в Министерство экологии, для того, чтобы этот полигон включили в программу «Чистая страна» нацпроекта «Экология». А пока чиновники решают вопрос с деньгами на ликвидацию свалки, прямо возле полигона продолжают строиться новые дома. Елисей Савлю, Григорий Горячих и Дмитрий Комаров, 7 канал.